Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканал РЕН продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. И начнем с главной на сегодня темы – привет каникулы. Город детства Анапа встретил первый день лета, как и положено, дружными песнями, озорными конкурсами, горой мороженого и, конечно, праздничным настроением. Старт веселья был дан на театральной площади. Центром притяжения для детей стали машины спецслуж, скорой помощи, пожарной и ГИБДД. Малышня ни в чем себе не отказывала. Сидела за рулем служебной техники, опытным путем выясняла устройство реанимобиля, забиралась на крышу пожарной машины и даже проходила курс оказания первой помощи. Сделаем массаж сердца. Посерединке кладем ладошку тыльной стороной руки, вторую ладошку сверху. И 30 раз нажимаем. Раз, два, три, четыре, пять. И так 30 раз. Кто пробует? Давай. Осторожно, ладошку. Первую, вторую ладошку. И здесь 30 раз. Раз, считай. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А тем, кто от уроков устал за долгие девять месяцев, предлагали подвижные игры. Перетягивание каната, любимая забава детворы или веселая эстафета. Четыре тысячи маленьких анапчан проведут время в пришкольных лагерях. Одиннадцать тысяч подростков найдут занятия по интересам на дворовых площадках при молодежных клубах. Сегодня наши службы постарались для наших ребят. Сегодня целый день идут различные мероприятия, праздники, устраиваемые для детей. Но хочу сказать, что сегодня у нас в Краснодаре группа из ребят, 20 ребятишек поехали. И сейчас они в данный момент соревнуются там, получают бесплатное мороженое. После обеда для них будет устроен красивый праздник. И мы надеемся, что они получат первое место и приедут с победой в наш детский город-курорт Анапа. Сегодня у нас открываются детские площадки при школах. И сегодня еще 54 площадки у нас откроются при дворовых клубах. Так что праздник детства, я считаю, удался. Старт дан хороший. И поэтому хочется поздравить ребят не только с сегодняшним праздником, но очень хочется, чтобы после трудовых школьных будней они хорошо отдохнули, загорели, подкрепились, наелись витаминов и с хорошим настроением, с новыми силами пошли в новый учебный год. Праздничную атмосферу создавали творческие коллективы Анапы. Солнышко, конфетти, молодость, мозаика, акварель, эксклюзив. С удовольствием заряжали позитивом и взрослых, и детей. Каникулы только начинаются, и они будут насыщенными. Впереди более двух тысяч мероприятий, фестивали, конкурсы и спортивные события. Мы желаем маленьким анапчанам интересного лета, а юным гостям курорта ярких впечатлений от отдыха в Анапе. Ровно в час дня со смотровой площадки в субсехе юные туристы запустили воздушные шары в честь Дня символов Краснодарского края. Прошедшая акция – всекубанская. Участники мероприятия поднялись на смотровую площадку, которая находится на высоте порядка 200 метров из субсеха от школы номер 11. В руках флаги Российской Федерации и Краснодарского края. Цвета воздушных шаров были подобраны в соответствии с символикой страны и региона. В этот день, ровно 21 год назад, парламент Кубани принял решение о возвращении региону исторических символов, флага, герба и гимна казачьей песни «Ты Кубань, ты наша Родина», написанной полковым священником во время Первой мировой войны. В сегодняшней акции приняли участие три десятка юных анапчан. Они увлекаются туризмом, ходят в походы. Очень красиво, если честно. Когда шарики взлетели, было такое чувство, будто ты рядом с ними летишь. Эта акция провелась в целях популяризации и пропаганды здорового образа жизни наших школьников. И в том числе, чтобы наши дети принимали участие именно в походах, были здоровыми, крепкими и знали символы нашей Кубани. Все здоровые, крепкие, розовощекие поднялись на гору. Если вы видите, настроение замечательное. Отдел по делам несовершеннолетних администрация Анапы вместе с предпринимателями курортов в праздничный день сделали подарок для детей, нуждающихся в особой заботе государства. Для 40 юных анапчан организовали бесплатное посещение дельфинария НЭМа. Сегодня вся детвора с родителями собралась. Все довольны и счастливы. Поддержка таким семьям оказывается постоянно. Детей стараются вовлечь во все интересные городские мероприятия, чтобы меньше времени проводили без присмотра, тем более на каникул. Сегодня у нас тут проходит дельфинарий, будут показывать дельфинов, всяких разных животных. Очень хорошее настроение. Мы приехали в дельфинарий посмотреть на дельфинов. Я никогда тут не была, если честно. Ну тоже счастье, то, что дети такие счастливые. Нравится им ходить по аттракционам, на какие-то праздники приглашаются. Ну, естественно, весело. Мы ездили в Суку, там видели дельфинов, да, как они там пляшут. Они красивые очень и добрые. Чем собираешься заниматься летом? Летом, ну, будем на море ходить, будем купаться. На горы ходим? Да, на горы поедем. В Станице Анапское детям раздавали мороженое. Конечно, с разрешения взрослых. У нас 1 июня, кроме школьных лагерей, в Анапе будут работать 29 площадок при учреждениях культуры с массовиками-затейниками и веселыми познавательными играми. Нельзя пробыть, как будто по ножку, и думать, будто все рассчитано. В Анапской детская культурная жизнь кипит по-настоящему. Все номера представлены местными коллективами. По словам главы сельского округа, только в централизованной клубной системе занимаются более 2000 ребятишек. График занятий плотный, кружки и секции. В этом году администрация города-курорта по поручению главы подарила Анапской 3 современных детских площадки. Теперь их 12. Продолжать, продолжать, продолжать. Увеличивать количество детских площадок. Увеличивать больше кружков, больше занятий с детьми. Плоды свои, но их видно не сразу. Они через года, через 5-10 лет, это поколение сменяется другим поколением. Оно будет образованное, оно будет увлеченное какими-то видами спорта или же танцами. Этим летом только в Анапской открылись 5 летних лагерей при учреждениях культуры. Это помимо тех, что при школах. Один ящик бесплатного мороженого с шутками и прибаутками расходится за несколько минут. Всего запасли 5. В итоге хватило всем. Одна из раздающих – старшеклассница Юлия. В свободное время работает культорга. Занимается с детьми в станичном ДК. Говорит, что это просто весело. Дает опыт, в первую очередь. Очень ценный в жизни, который мне пригодится в любом случае. Опыт работы с детьми. Просто чувствовать сцену, чувствовать, когда нужно что-то сказать. Как держать публику. Как правильно держаться на сцене. Всего такие ребята, как Юлия, будут работать почти на трех десятках площадок по всему городу-курорту. Пять дней в неделю по три часа детей будут развлекать и учить всему шутя, не докучая моралью. Встречаемся даже уже с родителями, показываем фильмы перед началом, чем дети будут заниматься. Они очень вдохновлены всем этим и с удовольствием всегда приводят детей. Дети с удовольствием ходят на площадки, потому что они посещают помимо дома культуры, с ними играют, проводят всевозможные праздники. Они посещают еще и музеи, знают историю, проходят все мероприятия знаковые, исторические, культурные. По словам Светланы Хижняк, по сравнению с прошлым годом, количество родителей, желающих записать детей в такие группы, практически удвоилось. А это значит, что стоять на месте нельзя. Все проекты нужно развивать и придумывать новые. Уже к следующим каникулам. Сегодня гости и жители Анапы стали свидетелями автопробега, посвященного Дню защиты детей. Несколько десятков машин с флагами и транспарантами проехали по улицам города. Девиз акции «За жизнь без абортов». Такая акция традиционно проходит в Анапе 1 июня, в День защиты детей. Организаторами мероприятия выступают Русская Православная Церковь и члены Молодежного Совета при главе Анапы. После автопробега участники акции собрались в районе родильного дома, где настоятель храма преподобного Серафима Саровского, отец Александр, рассказал о необходимости сохранения и увеличения деторождаемости в государстве. Мы за жизнь, мы против абортов. И поэтому мы вышли в город для того, чтобы каждый подумал о том, что становится, что происходит в обществе, и благодаря участию многих и многих. Нам с вами быть воинами Христовыми, быть воинами своего Отечества, быть воинами духа с тем, чтобы заражать добрым чувством жизни и продолжение жизни всех, кто об этом, к сожалению, не думает. В акции приняли участие жители и гости города. Поддержать организаторов приехали целыми семьями с детьми разного возраста. Их силами был организован марш колясок. Это устоявшаяся форма привлечения внимания к этой проблеме. Люди реагировали интересно. Были, конечно, и негативные реакции, но в основном люди задумывались, спрашивали, что это такое. Интересовались, одобрительно бибикали, и это было, конечно, очень радостно. То есть общий праздник, День защиты детей, это не просто салюты в небо и пробка шампанского в потолок, а это еще и повод подумать, повод задуматься, как я могу защитить и что я могу сделать, какова моя жизненная позиция. Если я за жизнь, то я однозначно должен быть и за многодетности, и за детей, и за запрет аборта. С праздником всех! Также сегодня во всех городах и районах состоялось открытие соревнований по стритболу на Кубок губернатора Краснодарского края. Как отметили в Краевом министерстве физической культуры и спорта, всекубанский турнир по уличному баскетболу проводится на Кубане для организации досуга детей и подростков в период летних каникул. В Анапе первый этап соревнований по уличному баскетболу стартовал в спортивном комплексе на Крепостной. Более двухсот школьников собрались на спортивной площадке, чтобы бороться за право стать лучшими. Молодых баскетболистов приветствовали не только сотрудники администрации города-курорта, но и почетные гости – олимпийские чемпионки по баскетболу Нелли Ферябникова и Людмила Муравьева. Мы очень любим этот город, уже не первый раз приезжаем. И нам с Нелли Васильевной Ферябниковой оказана большая честь принимать участие в открытии всекубанского турнира по баскетболу. Это наш любимый вид спорта. И мы с удовольствием приняли приглашение поприветствовать здесь друзей наших, любителей баскетбола, и посмотреть вообще на мастерство ребят. Я думаю, что ребята, которые здесь находятся и все любят баскетбол и спорт и с удовольствием в эту игру играют, потому что я согласна, что баскетбол – это лучшая игра с мячом. Организаторами первого этапа выступило Управление по физической культуре и спорту при содействии Управления образования. В соревнованиях принимают участие более 200 школьников в возрасте от 11 до 16 лет. Примечательно, что это не профессиональные спортсмены, а сборные дворовые команды, которые, впрочем, уже считают себя сплоченными коллективами. Больше дворовая. С этой командой мы ездили вместе на Краснодарский край. Хорошо себя представили. Мне кажется, сегодня тоже хорошо отыграем и попадем дальше. Следующий этап. Турнир пройдет в четыре этапа. Сегодня состоялись соревнования в городских и сельских поселениях. Районный этап продлится с 7 по 12 июня. 15 и 16 июня пройдут зональные соревнования. Финал Кубка во всех возрастных группах состоится в Тимошевске с 27 июня по 1 июля. И к другим темам. В городе Герои Волгограде проходил пятый Всероссийский открытый фестиваль детского телевизионного творчества «Детвора-2016». Участниками фестиваля стали телерадиокомпания «Анапа-регион» и театр-студия «Пигмалион», представившие совместный проект «Ожившие письма». Совместная работа получила высокую оценку членов профессионального жюри и диплом первой степени в номинации «Краеведческий или научно-исследовательский фильм». «Ожившие письма» – совместный проект телерадиокомпании «Анапа-регион», «Анапского краеведческого музея» и театра-студии «Пигмалион». В год 70-летия Победы солдатским письмам, хранящимся в музее, дали возможность зазвучать юными голосами воспитанников театра-студии «Пигмалион». Коротенькие фронтовые весточки читали мальчишки, не знавшие войны. Артем Хандошко, Артем Душевский, Артем Визирян, Захар Якушкин, Антон Хандошко и Максим Тимофеев прикоснулись к истории, прочитав фронтовые письма от первого лица. Озвучив их, ребята вдохнули в скупые солдатские строки мысли и чаяния реальных людей. Работа над этим проектом, стремление сделать его трогательным и искренним навсегда останется в сердцах этих ребят. А это и есть подлинный урок любви к Родине. «Мне бы хотелось сказать большое спасибо всем, кто помогал нам в этом совместном проекте «Ожившие письма». Это, во-первых, работникам телерадиокомпании «Анапа-регион». Это сотрудникам Анапского археологического музея ребятами с театра-студии «Пигмалион». Отдельное спасибо хотелось бы сказать Антону Чистякову, Никите Бойко, Станиславу Новокрещенову и Сергею Пятибратову, которые помогали при монтаже цикла программ «Ожившие письма». В Анапском колледже сферы услуг прошли городские соревнования поваров-кондитеров «Молодые профессионалы» по методике WorldSkills. Учебное заведение присоединилось к международному движению в прошлом году и также является базой для проведения соревнований краевого уровня. В городской администрации отмечают, что подобные мероприятия помогают поднять уровень сервиса и в итоге привлекать все больше туристов. Приглашали всех, но вызвались всего трое. Специалисты говорят, что кондитеры – это своеобразная элита поварского мира. Нужно не только знать общие для всех профессионалов вещи, но еще и дополнительные тонкости, а также обладать определенным художественным вкусом. В 23 года Акбар Хон работает старшим кондитером в ресторане. Говорит, что на кухне нет возраста и повар непрерывно совершенствуется по профессии. Поэтому и принял решение об участии в соревнованиях. Получить новый опыт, проверить себя, насколько мой уровень высок. Победа всегда важна, но главное – поведить себя, проверить и развиваться дальше. То, что делают участники, мало чем отличается от повседневной работы профессионала. Два блюда, определенный объем пирожных и десерта необходимо приготовить и подать за 4 часа. За каждым действием следят эксперты, делая пометки. Очень много критериев, начиная от подготовки к работе, сам процесс работы, процесс выдачи продукции, подача блюд. Очень много критериев, просто несколько сотен. Практическая часть участников таких соревнований автоматически тянется к общемировому уровню, преодолевая ступень за ступенью. Качество самих блюд намного повышается. Санитарные требования более жесткие к блюдам. Поскольку мы живем в курортном городе, это очень важно для привлекательности нашего курорта. WorldSkills – международное движение, которое появилось в 50-х годах 20-го века. Оно очень похоже на олимпийское. Основная задача – поднимать уровень культуры, производства и образования по различным специальностям. В соревнованиях могут принимать участие студенты. Из неудач можно делать выводы и совершенствовать программу подготовки. Анапский колледж «Сфера услуг» присоединился к движению «Молодые профессионалы», так она называется в России, около года назад. Безусловно, это оказывает большое влияние, поскольку это позволяет обмениваться опытом, приобретать знания, делиться с другими своими знаниями. Это позволяет, опять-таки, повысить свой профессиональный уровень. Это дает шанс детям приобрести в будущем хорошую специальность и найти себя в жизни, реализовать так, как им этого бы хотелось. Один из важных этапов – снятие проб. Куз будут оценивать люди, незнакомые с участниками. Кроме того, сами блюда будут фигурировать под номерами. Уже завтра здесь же пройдет следующее поварское соревнование. Участников будет уже значительно больше. Окончательные итоги подведут 11 июня, в официальный день открытия курортного сезона. В выставочном комплексе «Атамаль» накануне состоялся один из самых любимых посетителями праздников – фестиваль шашлыка и национальных традиций «Кубани дружный хоровод». На Анапском подворье посетители встречали ароматными шашлыками, исполняли колоритные танцы коллектива «Ярила», «Рябинушка», «Гаргипи» и другие. В «Дитячей хате» встречали юных посетителей – сотрудники анапских библиотек. Праздник продолжался до вечера. Концерт творческих коллективов на площади перед станичным правлением радовал гостей фестиваля. На всех подворьях готовился шашлык и работали интерактивные площадки. «Атамань» подарила в этот день много приятных впечатлений всем посетителям. Внимание и экстренное предупреждение. По данным МЧС России по Краснодарскому краю, сегодня и завтра местами в крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Возможен подъем уровня рек. Обращаясь к жителям и гостям курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает – будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. Руководителям предприятия и организации принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Субтитры создавал DimaTorzok